Уважаемые братья и сестры, хотел бы обратить внимание, вот на эти часы, которые вы имеете в виду Мухаммаду, как раз здесь третий вход, они старые часы с 1370 года по хиджре, и они определяют время закатной часы, то есть по закату определяют, и ссылаясь на хадис Пророк Мухаммада, который приводится в Сахихаин, Мутабакул Али Сахили Бухари, Муслим, Адани Аби Хурей, Раддаллаху Алиуманин, Ассалат, Руслан Джанабе, Сумма Рахль Маджид, то есть тот, кто взял обувиение, потом пошел в мечеть, он как будто принес садака в виде верблюда. Кто пришел в второй час, как будто он дал садака в виде коровы, кто в третий час, как будто дал садака в виде капш, как будто он дал садака в виде барашки, кто в четвертый час, как будто дал садака в виде курицы, кто пришел в пятый час, в пятничные молитвы, то есть опоздал, позже пришел, как будто пришел, принес бейла, а когда уже имам выходит, ангелы уже этот подсчет не ведут, идут слушать имама. Вот именно по этим часам, по закатным часам, человек, который приходит на джума, на намаз джума, может определить, пришел он в первый час, или во второй час, или в третий, или в четвертый, или в пятый. То есть, иными словами, или он в этот день дал садака в виде верблюда, или в виде коровы, или в виде барашки, или в виде курицы, или в виде яйца, или вообще пришел без садака перед Аллахом, субхану ва-те-Аля. Поэтому это некая такая вещь, которую немногие об этом знают, немногие знают об этих часах. Поэтому имейте в виду, они находятся в мечести посланника Аллаха, салаллаху алейсалям. Если заходить с двери номер три, Бабаба, Рафа Салята, и вы можете увидеть эти часы. Дальше уже там находится Раулла, посланник Аллаха, салаллаху алейсалям. Некая такая кольца, дара Калафикум, не все об этом знают. Многие у меня спрашивают, вот как раз братья и сестры, кто спрашивал, вот они эти закатные часы. Гаракуллаху алейкум, саламу алейкум, ракуллаху алейкум.